А накануне Михаил Игнатьев участвовал в открытии турнира по боксу. Бокс против наркотиков. Под таким девизом в Цивильске открылись соревнования памяти ветерана войны, труда и спорта Михаила Краснова. На турнир приехали юные спортсмены из многих регионов России. На три дня ринг Цивильской спортивной школы собрал около 200 участников турнира. Сюда приехали начинающие боксеры из Чувашии, Мариэл, Мордовии, Татарстана, Башкирии, Нижегородской и Ульяновской областей. Глава республики отметил, что государственная политика направлена на пропаганду здорового образа жизни. Я надеюсь, что в среднесрочной перспективе будут и наши чувашские боксеры чемпионами. Чемпионами России, Европы, мира. Вообще, сегодня, если говорить, те люди, которые занимаются боксом, конечно, они имеют сильный характер, они имеют бойцовский характер, они смелые, мужественные, не боятся. И они привыкают преодолевать трудности, которые возникают в реальной жизни. Сегодня отделение бокса есть практически в каждом районе Чувашии. По словам президента Федерации бокса, чемпиона Европы Валерия Лаптева, этот турнир не только трамплин в большой спорт, но и воспитание подрастающего поколения. Сочетание того, что мы проводим турнир в честь наших земляков, достойных земляков, которые в тяжелые годы проявили себя как мужественные люди, то для сегодняшних мальчишек, конечно, это очень важно, получить то патриотическое воспитание, чтобы они знали, какой ценой досталась победа в войне, какими качествами должен обладать настоящий мужчина. Участники турнира за три дня разыграют 23 комплекта медалей. Из них 21 комплект у мужчин и 2 у женщин. В Чувашии выросло немало чемпионов. Организаторы турнира надеются, что молодые боксеры принесут еще много новых побед. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин